Здравствуйте, меня зовут Михаил Яцек, я фитнес-тренер и сегодня я вам расскажу о людях, которые не похудеют никогда. И для того, чтобы понять, не находитесь ли вы в этой категории, нужно будет ответить себе на ряд вопросов, которым мы сейчас отработаем вместе с вами. Итак, что вы делаете сейчас, что вы готовы сделать сегодня? Потому что, как гласит старая мудрость, то, что не сделано сразу, то не сделано никогда. Да, можете проанализировать себя, своих знакомых и своих близких, и вы заметите, что все задумки, все начинания, которые не были сделаны сразу, не были сделаны никогда, в 99% случаев. Поэтому, если вы хотите похудеть, нужно что-то сделать сразу, сейчас, сегодня, ну и дальше, наметить себе стратегию действий на будущее, на завтра, на послезавтра. Люди, которые считают, что нужно худеть медленно, уверенно, теряя по 300-500 грамм в месяц, чтобы, не дай бог, никак не шокировать свой организм, потому что они начитались, что если слишком резко похудеть, то это будет очень плохо для здоровья, там большой стресс и все такое. Ну, если вы слишком быстро сбрасываете лишний вес, лишний вес, я подчеркну, что в этом может быть плохого? Представьте, если вы на себе всю жизнь таскали огромную сумку, огромный рюкзак с камнями, и почему бы не сбросить это все сразу? Нет, нужно по чуть-чуть, по одному камушку в месяц, по чуть-чуть, уменьшая на 300 грамм каждый месяц. Ну, это тупо, неоправданно. Да, конечно же, есть достаточно большое количество тупых диет. Конечно же, если худеть по тупым диетам, большинство которых просто угробит ваш организм, то лучше, конечно, делать это медленно, потому что если медленно себя угробить, это, наверное, лучше, чем угробить себя быстро. Поэтому нужно просто выбрать нормального тренера, нормального специалиста, который дотянет вас к результату. И, ну, к примеру, мои клиенты всегда сбрасывают достаточно быстро лишний вес, то есть сколько есть, это все сбрасывается буквально за 1-2, ну, максимум за 3-4 месяца, если лишних килограммов, там, 20+. Но обычно нормальная динамика – это 10 килограмм в месяц, это и, ну, некоторые сбрасывают по 20, некоторые по 5. То есть если есть что сбрасывать, то сбрасывается это все достаточно быстро. И делается это без вреда для здоровья. Больше скажу, делается это с пользой для здоровья, потому что принцип похудения достаточно прост. Вы просто приводите свой организм в порядок, и он сбрасывает все лишнее. И вы приобретаете здоровье вместо того, чтобы его терять. Я всегда скептически отношусь, когда слышу, что нельзя ходить резко, потому что это плохо для здоровья. Нет, нужно ходить резко и нужно ходить быстро, но нужно делать это грамотно, и нужно делать это правильно под присмотров компетентного специалиста. Можно, конечно, сделать это медленно, но проблема в том, что все долгосрочные цели, они очень тяжело даются. Большинство людей бросают все планы, все задумки, особенно долгосрочные. Поэтому чем быстрее вы похудеете, тем лучше. Также люди, которые не похудеют никогда, всегда находят какие-то убедительные отмазки для того, чтобы отложить это на потом. Самое распространенное «я начну с понедельника», который не наступит никогда. «Я начну с 8 марта, я начну с Нового года, я начну со своего дня рождения, с дня рождения моей бабушки. Я начну весной, когда будет хорошая погода, я буду бегать, я посмотрел видос, там хорошая стратегия похудения, поэтому все, надо ждать весны, а сейчас холодно и все такое». То есть, если вы ставите это на запасной аэродром, откладываете на потом, то вы это, конечно же, не сделаете. Ну, как минимум, можете проанализировать себя, сколько раз вы себе уже это обещали. Можете проанализировать своих старших товарищей, старших друзей, подруг, соседей, родителей, дедушек и бабушек. Спросите у них, сколько раз они пытались похудеть. Не похудели в 20, не похудели в 30, не похудели в 40, не похудели в 50, а в 60 уже все. Я старая бабка, зачем мне это нужно? Ну, так большинство людей считают. Хотя, на самом деле, лишний вес можно сбросить в любом возрасте, и нужно сбросить его в любом возрасте. Просто чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Вы проживете этот период жизни в нормальном теле, с хорошим здоровьем, либо вы проживете в теле тюленя с плохим здоровьем. То есть, выбирать вам. Также есть люди, которые не хотят менять гардероб. Я был поражен и удивлен, но такие люди есть. То есть, есть люди, которые худели, сбрасывали свои 10, 15, 20 килограмм, и потом ужаснулись. Блин, да у меня такая дорогая шуба, да у меня такой дорогой прикид. Я на него столько копил деньги, брал в кредит, а тут, понимаешь, это все нужно будет куда-то утилизировать и покупать новую одежду. Ну, говорят люди такие, я лучше наберу обратно свои потерянные 10, 15, 20 килограмм, и все. И, ну, если это ваш случай, то, конечно же, вы тоже не похудеете никогда. Если вы задумали похудеть, то худеть надо сразу. Нужно выпрыгивать из этого состояния, как жаба из кипятка. Иначе все затягивания, все обещания, все постановки на запасной аэродром, они делают так, что вы не похудеете никогда. Пользуясь случаем, хочу у вас кое о чем спросить. Долгое время я любил называть вещи своими именами. Ну, например, жирных людей называл жирными, ну, потому что у них много жира, и поэтому я их так называл. То есть я старался выбирать какие-то максимально точные, понятные формулировки, не задумываясь о том, насколько они там цепляют, задевают и оскорбляют человека. Хотя я никогда не ставил себе цель оскорблять жирных людей. Но через какое-то время я открыл для себя, что если жирный человек слышит слово «жирный», то его это оскорбляет. Я не мог понять, почему слово «жирный» это оскорбительно, а слово «мускулистый» это не оскорбительно. Поэтому просьба написать мне в комментариях, если я вас оскорбил, и в чем суть вообще оскорбления. И это, кстати, еще одна причина, почему вы не похудеете никогда. Если вы придумаете разные уменьшительно-ласкательные слова своему лишнему жиру, то есть для вас жирное это оскорбление, вы говорите там «пухленький», «полненький», какие-то такие вот вещи, я не буду все их перечислять, но если вы придумаете себе такие вещи, это способ уйти от реальности, это способ скрыть реальную проблему. И, конечно же, в таком случае вы тоже не похудеете никогда. Поэтому нужно взглянуть правде в лицо. И нужно признать, что если вы все-таки жирный, то вы жирный. Не пухленький, не полненький, а жирный. На самом же деле похудеть это настолько элементарно, что мне даже ли не объяснять, насколько это элементарно. Нужно просто захотеть, поставить цель, выбрать себе компетентного наставника. И за 1, 2, 3, 4 месяца, в зависимости от количества лишних килограмм, можно похудеть и поставить на этом жирный крест раз и навсегда. И всю оставшуюся жизнь прожить уже в нормальном теле, с хорошим здоровьем. Если я в чем-то не прав, или вы хотели бы дополнить мои слова, конечно же, напишите об этом в комментариях. Также подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok